Всем привет! Сегодня я расскажу вам как можно почистить свой смартфон от абсолютно ненужных файлов, которые забивают всю систему и от этого телефон начинает сильно притормаживать, работать плохо, подвисать, ну и конечно же ваша память с каждым днём становится всё меньше и меньше, потому что вы скачиваете все различные приложения, программы, потом их удаляете и конечно же после такого удаления обычного остаются множество остаточных файлов, которые хранятся на вашем телефоне и вы попросту их даже не видите, они накапливаются, накапливаются, пока их не становится тысячами, памяти становится меньше, а телефон работает всё хуже и конечно же я покажу как очистить папку прочее или она ещё называется другое, которой особо нету доступа и просто так вы её не почистите. Такую чистку телефона я рекомендую делать хотя бы раз в месяц, я делаю так постоянно и телефон работает на отлично. Конечно степень забитости телефона может быть у каждого разная, потому что каждый пользуется по-своему, но тем не менее вы можете просмотреть у себя, возможно вам уже пора делать такую очистку. И если даже эта очистка вам вдруг не поможет, на канале есть очень много способов, по которым можно сделать очистку вашего девайса и быть спокойными за сохранность своих файлов. Сейчас я показываю один из способов и я его проделаю с самого нуля, чтобы вам было понятнее, что и куда заходить. Для начала зайдите в свой Play Market, где вы скачиваете обычные приложения. Здесь в поиске пишите анализ и очистка дисков, можно написать не полностью, вам найдёт вот такую программу, можете определить её по вот такому значку. В чём плюсы этой программы? В том, что она бесплатная и в том, что есть много доступа к различным файлам, которые не даёт обычный проводник. Мы её берём себе устанавливаем, ждём пока она скачается и в принципе можно сразу запускать. У меня на канале есть ещё видео по поводу этой программы, но сейчас поменялся интерфейс в этом приложении и эта программа выглядит абсолютно по-другому и функции немножко здесь поменялись. Нажимаем открыть. Дальше смотрите, чтобы пользоваться этой программой, нам нужно обязательно подтвердить те разрешения, которые вам высветятся. Но вам скорее всего высветится, как у меня два разрешения, красным горит, что нужно дать доступ к файлам, которые находятся на телефоне, чтобы эта программа могла удалять их. То есть нажимаем получить разрешение к нашему внутреннему общему накопителю. Нажали, дальше подружаются некоторые приложения и вот наше приложение, ищем диски. Нажимаем и нам нужно активировать вот эту галочку. Активировали и дальше просто выходим. Выходим назад, назад и даём ещё один доступ к данным об использовании. Точно так же нажимаем. Нажимаем на диски и активируем галочку. Здесь, конечно, высветится вот такое меню. Здесь внизу нажимаем галочку и дожидаемся, пока пройдут циферки и нажимаем ОК. Всё, возвращаемся. У нас, как вы видите, всё исчезло. Доступ ко всему есть. И интерфейс выглядит именно так. Нам нужно пролистать немножко. И смотрите, вот папка прочее, она занимает 4 гигабайта. На самом деле она занимает намного больше, но 4 гигабайта это те файлы, которые, скажем так, можно удалить безболезненно для вашего телефона. То есть, которые абсолютно никакого отношения к каким-то программам не имеют. Сейчас я вам покажу, зайду в свою память и смотрите, папка другое, вот она. То есть, прочее, другое, это то же самое. Она 17 гигг весит. И в неё зайти невозможно. То есть, мы сейчас возьмём и удалим папку прочее, чтобы освободить 4 гига абсолютно ненужных файлов. Ну, у каждого, конечно, по-разному, но вы у себя перепроверьте, сколько у вас занимает вот эта папка прочее. Если вы хотите полностью удалить, то на канале есть видео. Заходим в категории файлов, ищем папка прочее. Вот она, 3.98 занимает. Можете полистать, в принципе, но эти файлы, они не открываются. Они абсолютно бесполезные и не несут ничего хорошего для вашего телефона. Можно спокойно их удалять. Нужно будет зайти в эту папку и поотмечать все файлы. Конечно, можно все поотмечать, но это довольно долго делать. Просто с самого верха находятся самые большие файлы. Берёте их, выделяете. Там где-то до половины можно выделить. И, в принципе, можно спокойно удалять. Но я, конечно, рекомендую помучиться и удалить абсолютно все файлы отсюда. Это я вам просто для примера. Смотрите, я удалил больше половины. Папка прочее стала 151 байт. Это вообще мизер. То есть, 4 геобайта мы просто на всего очистили. Телефон от этого станет, конечно, лучше работать, быстрее. И память вы также освободили. Дальше, смотрите. Заходите в статистику дисков и листаете немножко ниже. И находите самый большой кэш. Нажимаем сюда. И нам открывается приложение, которое у вас находится на телефоне и имеет самый большой кэш, который можно также спокойно удалять и ни за что не бояться. То есть, можно нажать на сам значок кэша. И вот мы получаем все эти приложения по возрастанию, либо по убыванию и с максимальным кэшем. Нажимаем на само приложение. Здесь нажимаем очистить, либо очистить кэш. Давайте здесь, допустим, очистить кэш. Нажмем. Нажимаем ОК. И таким образом нужно пройтись по приложениям. Хотя бы первые 10-15 приложений и очистить. Здесь можно очищать все. В принципе, ни за что не бояться. Ну, если вы хотите очистить максимальное количество памяти, то нажимайте очистить все. Тогда вы получите максимальный эффект. Вот так быстренько пройдитесь. И вот буквально мы очистили всего несколько приложений. Где-то 700 мегабайт у нас ушло. И здесь еще есть немножко выше самые большие приложения. Точно так же можно зайти и вы полистать. Можете и посмотреть, сколько каждое приложение у вас занимает места. Так как здесь очень хорошо видны все приложения, то, возможно, вы найдете какое-то приложение, которым вы абсолютно не пользуетесь. И оно только просто навсего занимает у вас вашу память. Точно так же берете, нажимаете на любом приложении, заходите и нажимаете на корзину, чтобы это все удалилось. Вот такая, ребята, очистка. Не очень сложная, но довольно эффективная. Если, конечно, вы иногда память чистите, то можете попробовать еще некоторые очистки, которые освободят очень много памяти на вашем телефоне. Зайдите на мой канал, подпишитесь и там посмотрите эти все видео есть. Если что непонятно, конечно же, пишите комментарии. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok